Всем привет! Сегодняшнее видео будет о моем обновленном уходе за волосами. Я вам обещала его сделать, и плюс в последнее время мне очень много вопросов на эту тему задают. Почему я сейчас хочу вам об этом рассказать? Потому что, как мне кажется, я сейчас нашла более-менее оптимальный подход к уходу за волосами, потому что сейчас мои волосы выглядят гораздо более блестящими, живыми, шелковистыми и меньше сеченных кончиков. Как я этого достигла, я вам сейчас расскажу. Возможно, вы мне что-то посоветуете, может быть, я делаю что-то не так. Я хочу это видео разделить на две части. В первой части я вам покажу все то, что я обычно покупаю, какие-то маски, шампуни, кондиционеры, то, что уже в готовом виде я приобретаю. И во второй части видео я вам покажу маски для волос домашнего приготовления на основе масел в основном. Их я тоже использую, и они мне тоже помогают. Также после мытья волос я использую масляные продукты на кончике, но именно те масляные продукты, которые содержатся в своем составе силиконы, которые дают не только лечебный какой-то эффект волосам, я даже сказала, скорее косметический эффект дают, но при этом волосы выглядят очень здоровыми, гладкими, блестящими, и абсолютно нет секущихся кончиков. Давайте начнем. Про масляные маски, как я уже сказала, я расскажу вам в следующем видео. Как правило, я делаю их раз в неделю. И для того, чтобы смыть любую масляную маску со своих волос, я использую первым делом вот такое мыло черное, банное, от бабушки Агафьи. Уже много раз про него говорила, шикарный продукт, нравится всей моей семье. Обратите внимание, у него здесь вот такой березовый листочек. Очень приятный продукт, такая у него густая гелевая консистенция, тягучая, прекрасно промывает волосы, абсолютно их не высушивает, очень подходит моим волосам. И вот сразу после первой промывки вот этим мылом я использую свой шампунь. Один раз, и мне этого достаточно. То есть один раз мылом, один раз шампунем, и мои волосы чистые. В данный момент я использую вот такой шампунь от марки Грэхэм Вэб. Это профессиональная марка, салонная косметика для волос. В этом шампуне содержатся сульфаты, поскольку это не натуральный, а профессиональный, как я уже сказала, шампунь. Он хорошо промывает волосы, достаточно хорошо пенится на волосах. Он густой, обратите внимание, он не жидкий, и за счет этого нужно небольшое количество шампуня на одну промывку волос. Поэтому он расходуется довольно-таки экономно. Он приятно пахнет. В общем, мне нравится этот шампунь. Правда, этот шампунь заявлен как продукт для утолщения структуры волос. Я пока ничего на эту тему сказать не могу, поскольку пользуюсь достаточно мало. Но для меня шампунь – это средство, которое должно хорошо очищать волосы. Данный продукт хорошо очищает мои волосы и не пересушивает их. Он чуть более, скажем так, жесткий в этом плане, нежели шампунь, который я до этого использовала от Макадамия Нейчерл Оил. Тот совсем мягкий, для суперчувствительных, суперсухих волос подойдет. Этот шампунь лучше, как мне кажется, промывает, но опять же не до скрипа, не вымывает из волос влагу и не делает их сухими, такими как солома на ощупь. То есть мне нравится. Сразу же после вот этого шампуня я использую кондиционер из этой же серии. Он тоже достаточно густой. Как видите, он даже вот только что потек. Он густой. Хватает его прям вот небольшого количества. Вот. И если я вам покажу их вот так рядышком, то вы можете обратить внимание, что использую я их наравне. Обычно кондиционер расходуется у меня в два раза быстрее, чем шампунь. Но за счет того, что кондиционер очень густой, он также экономно расходуется. Хорошо кондиционируют волосы. Мне очень нравится этот продукт. Волосы приятно пахнут, хорошо прочесываются. В общем, идеальны. И также, если мы говорим о кондиционерах для волос, то тоже не могу вам не показать свой любимый продукт от марки Джон Фрида. Вот такой кондиционер, увлажняющий, активирующий для оттенков темный блондин. Если вы обратите внимание, я как раз покрасила свои волосы буквально два дня назад. Оттенок 950, краска Шварцкоп Перфект Мусс. Итак, вернемся к этому кондиционеру. Отличное средство, которое просто на 10 баллов справляется со своей задачей. Уже тоже много раз про него говорила. Очень его люблю. В его составе, конечно же, есть силиконы. Куда без них? Любая профессиональная марка ориентирована в первую очередь на быстрый результат. Поэтому, чтобы получить быстрый, мгновенный результат, только силиконы нам могут в этом помочь. Также в своем ходе за волосами я использую маски для волос. Как я уже говорила, перед мытьем головы я люблю использовать маски на основе натуральных масел. А уже после мытья головы я использую, как правило, сейчас две маски в моем уходе. И первая маска – это маска от Macadami Natural Oil. Глубоко восстанавливающая маска. Шикарная вещь. У меня есть отдельное видео, в котором я рассказывала про эту маску. Очень нравится. Да, кстати говоря, под видео мне там написали, что это некая реклама, что начали бьюти-блогерам рассылать продукты этой марки. Не слышала ничего об этом. Я оставила в качестве видео ответа видео годовалой давности, когда я показывала, что вот именно весь этот набор я покупала для своей мамы в качестве подарка. Но так получилось, что пользовалась этими продуктами я сама, потому что для ее волос не вполне подошел этот продукт. Вот. Маска шикарная. Поэтому оставлю ссылку под этим видео. Если кто-то не видел мой обзор, посмотрите, пожалуйста, чтобы не терять время и не останавливаться на этом продукте. И вторая маска, которая у меня сейчас в обращении находится – это маска от Organic Shop. Называется «Медовый авокадо». Тоже хорошая маска по своей консистенции, по тому, как она действует на волосы. Единственное, мне не нравится запах. Запах – такой, знаете, хозяйственный магазин, много раз об этом говорила. Если выбираете маску от Organic Shop, их там три во всей серии, я бы остановилась на греческом инжире. Вот ту маску я бы повторила. Вот она работает действительно великолепно. И также у меня есть маска еще одна от Organic Shop, которая называется «Индийский жасмин». Вот эту маску я бы не советовала. Показываю ее здесь, хотя мне кажется, все-таки ее нужно показывать в моих разочарованиях. Вы можете обратить внимание, вот я сколько ее использовала. Пыталась дать ей несколько шансов, но это именно тот продукт, который делает с моими волосами что-то ужасное. Он убивает блеск моих волос. Волосы превращаются просто в мочалку. И я держала ее и 5 минут, и 10, и 15, и 20. В общем, эффект один и тот же. Волосы электризуются, волосы как-то стоят дыбом, и абсолютно никакого блеска. Поэтому об этом продукте ничего хорошего я сказать не могу. Дальше, после мытья головы, во время укладки волос, я, как уже говорила, использую на кончике масла. В настоящий момент у меня 4 таких масла в обращении. В принципе, все они для меня равнозначны. И выделить какой-то отдельный продукт и сказать, что он лучше всех, я не могу. Хотя, если попытаться, на данный момент, наверное, для меня это все-таки вот такое Macadamia Natural Oil. Именно за счет того, что, может быть, это, конечно, убеждение, но мне кажется, что здесь в составе больше количества масел, нежели во всех остальных, которые я вам сейчас покажу. Здесь и пшеничные протеины, здесь витамин Е, масло органы и масло макадамии. Но, опять же, на первом месте здесь Димитикон. В любом случае, все 4 масла, вот это, Macadamia Natural Oil, вот такое, наши орган, Moroccan Oil, который у меня в мини-формате, и масло от Керастаз, всем известное, я думаю. Они хорошо справляются со своей задачей, они действительно увлажняют кончики волос, они делают волосы визуально более красивыми, блестящими. Ну и, конечно, хочется надеяться, что хоть какой-то терапевтический эффект они дают. От использования данных продуктов я пока отказываться не собираюсь. Недавно смотрела видео Лизы О'Нер, когда она сравнила наши волосы с дорогой пряжей, за которой надо ухаживать, я тоже так считаю, что все-таки волосы, вот эта часть, отросшие волосы, это уже мертвый волос, поэтому его просто нужно поддерживать в хорошем состоянии. Но в данном случае силиконов я не боюсь, поэтому я использую все те продукты, которые могут помочь моим волосам действительно выглядеть блестящими. И вот эти масла на данный момент справляются со своей задачей на ура. Дальше я хотела бы вам показать сыворотку от Image Laboratory. В лаборатории, которую мне прислала, эту сыворотку мне прислала Юля Миксел Капучино. Сыворотка реставрация поврежденных волос на основе протеинов кашемира и масла крапивы. У этой сыворотки очень хороший состав, я вам, конечно, его покажу, но, правда, он идет на украинском языке, но понять все равно можно, что здесь написано. Хороший продукт, он представляет из себя некий такой крем-гель розового цвета, достаточно небольшую горошинку, тоже мы, как и предыдущие масла, растираем в руках и наносим на кончики волос, исключительно на кончики волос. И данный продукт сглаживает все неровности на волосах, и таким образом визуально волосы наши становятся просто как кашемир. Очень хороший продукт, тоже мне понравился. И вот сейчас, наравне с теми четырьмя маслами, которыми я вам показывала, тоже использую. Дальше я хотела бы вам показать ночную сыворотку от марки FITO, FITO SOLBA, не знаю, как правильно это произнести. Вот так вот она выглядит, стеклянный синий такой флакончик с газатором. Здесь находится густой довольно-таки белый крем. Несколько нажатий на помпу, два или три, опять же, растираем в руках и наносим на чистые влажные волосы, либо на сухие волосы, но на чистые, на всю ночь. Значит, как здесь написано, продукт не требует смывания. То есть утром, когда вы просыпаетесь, волосы ваши чистые, вы должны просто-напросто уложить их в прическу, как обычно, и собираться на работу. Вот в данном случае этот продукт не работает так на моих волосах, он их все-таки загрязняет. Поэтому мне в любом случае приходится утром голову мыть. Поэтому я использую не два-три нажатия на помпу, а чуть больше, до шести нажатий. Распределяю по всей длине, на корни не наношу, именно на длину волос, оставляю на всю ночь. К счастью, постельное белье вот этот продукт не пачкает. И утром я уже мою волосы, как обычно, и дальше укладываю их в прическу. Что могу сказать? Данный продукт я больше покупать не буду. Какого-то суперэффекта от него я не заметила. Он ничуть не лучше и не хуже маски, либо кондиционера для волос, который я использую. Пользуюсь им на протяжении уже достаточно длительного времени. У меня осталось его вот столичка. Эффекта, как я уже сказала, выраженного я не заметила. Стоит недешево, больше тысячи точно. Поэтому считаю, что бесполезная трата денег вот именно для моих волос. Следующий продукт, который я вам покажу, тоже достался мне совсем недавно. Она, опять же, от Юлечки Микс Стайл Капучино по обмену. Она мне прислала вот такой концентрированный фитокомплекс для волос против выпадения. Она его очень хвалит, он ей безумно нравится. Ссылку на ее видео я оставлю под своим видео. Обязательно загляните, посмотрите, послушайте, что говорит она об этом средстве. Я, как видите, использовала еще его очень мало. Наношу его до мытья волос, где-то минут за 20-30 до мытья головы, исключительно на корни. И пока на корнях волос и кожи головы у меня работает данный фитокомплекс, чтобы не терять время понапрасну, на всю длину я наношу масло. В данный момент у меня это вот такое масло от марки Ведика Ведика. Это масло, но на основе масла Амлы. И здесь другие еще растительные масла входят в состав, но здесь нет минеральных масел, что очень здорово. Наношу этот продукт на длину волос, тоже все это убираю под шапочку полчаса. И после этого я, как обычно, мою голову и использую дополнительный уход. В этой части видео, опять же, я хотела упомянуть просто вскользь, какие масла я использую для волос. Кокосовое масло мне не подходит, потому что оно как-то утяжеляет мои волосы и сосульками их делает. Хотя я слышала, что кокосовое масло нужно использовать на увлажненных волосах. Попробую, потому что посмотрим, может быть, на увлажненных волосах будет работать. На сухие волосы никак. Ничего хорошего я не получаю от данного масла. Очень мне нравится масло какао, в ходе за волосами. Именно те две маски, которые я вам обещала показать в следующей части видео, они на основе масла какао. Также недавно я для себя открыла масло амлы. Вот это чистое масло, стопроцентное, не разбавленное, только масло амлы. Из него я тоже делаю маски, то есть смешиваю несколько масел, добавляю эфирные масла и наношу на волосы. То есть чередую с масками из масла какао. Тоже, скорее всего, в следующей части видео я упомяну об этом. Также для волос я очень люблю использовать репейное масло. Я его смешиваю и с маслом какао, и с маслом амлы. Вот масляные маски я уже наношу обязательно еще и на корни волос. Не только на длину, но и на корни. В ту часть масляной маски, которую я наношу на корни волос, я добавляю эфирное масло Бэй. По совету Ирэн Влади масло Бэй, Баи или лаврового дерева пахнет именно лаврушкой и очень хорошо укрепляет волосы и способствует их ускоренному такому быстрому росту. И также мои два еще любимых масла для волос эфирных – это масло розмарина и масло грейпфрута. Масло грейпфрута снимает излишнюю жирность у корней волос, и масло розмарина также очень хорошо укрепляет волосы и достойная профилактика против перхоти. Я вам показала все свои продукты по уходу за волосами, которыми я пользуюсь в настоящее время. Я всеми этими продуктами довольна, за исключением маски от Organic Shop, индийский жасмин, но это уже отдельная история. В следующей части видео, как и обещала, я вам покажу масляные маски для волос, которые я использую в настоящее время. Всем спасибо за внимание. Если у вас есть какие-то советы для меня, оставляйте в комментариях. Если есть вопросы, тоже задавайте, с удовольствием на них отвечу. Всем пока и скоро с вами увидимся.